Мероприятия Хибинской весны стартовали задолго до официального открытия. Первым делом почетные гости отправляются в спортивную школу. Здесь их ждут тренеры и воспитанники отделения беговых лыж. Но вначале обмен подарками. Гостям полезную в быту и на лыжной экипировку, хозяевам спортивные номера югорского лыжного марафона и приглашение в Ханты-Мансийский автономный округ. Там разыгрывался Кубок мира среди марафонцев. Подарили медиальные кубки и было очень много людей, которые просто не 50 километров проходили, а 5,25. То есть приезжайте, у вас в Мурманске праздник севера, выступайте, завоевайте медали. Подарки подарками, но куда важнее общение. У ребят есть уникальная возможность задать вопросы олимпийским чемпионам, узнать секреты их подготовки, понять этап становления профессионального спортсмена. Юные лыжники поначалу стесняются, но сковность быстро проходит, завязывается оживленный диалог. Олимпийцы рассказывают о своих взлетах и неудачах, объясняют, как поберечь себя, настроиться на занятия и подойти к соревнованиям на пике формы. Кто-то есть из вас зимой яблоки на улице? Нет, молодцы, воду пьет из бутылки на улице. Пьет? А, вот один есть уже, нельзя. Не переодел бутылку после тренировки. Есть такие носки, шапочки, обязательно. То есть вот такие вот мелкие моменты, а это все складывается в один огромный результат. И сказать так, что, например, год-два потренировался, и ты сразу вот он олимпийский чемпион, никогда этого не будет. 24 года. Вот он занимается. И он до сих пор еще действующий спортсмен, до сих пор выступает. Я думаю, завтра, завтра Женя опять выйдет на дистанцию, побежит. В тренерской обсуждении иного рода. Речь идет о тонкостях подготовки подрастающего поколения, профессиональном выгорании спортсменов, эффективности упражнений, мотивации юных лыжников. Местные тренеры озвучивают свой опыт. Олимпийский чемпион Михаил Девятьяров и Сергей Крянин – свой. Основная цель и задача у тренеров, которые работают на местах, это подготовить хороший резерв для попадания в сборную команду страны. Чтобы они пришли не загруженные, чтобы они не измотанные, чтобы это было им интересно, с удовольствием. Посмотрите, как наши девчонки некоторые есть, иностранки, ребята, на старт выходят, на международные старты с улыбочкой, получают от этого удовольствие. Наши иногда не всегда так получаются, и вот надо вот это поменять, чтобы получали удовольствие от соревнований. Выходили и бились там до последнего с улыбкой, а не со слезами на глазах. Интрига «Хибинской весны» – состав команд «Эстафеты связь поколений». В этом году на победу претендуют пять мини-сборных. В их составе – ученики фасагрошкол, юнормейцы, спортсмены автономной некоммерческой организации «Трост Хибины» и воспитанники Кировской спортивной школы. Борьба за медали нешуточная. Эмоции кипят через край у самих лыжников и у наставников. Потому что столько эмоций. Вы мне вот действительно подарили сегодня такой огромный праздник, день моего дня рождения. Отчутиться в этой атмосфере, увидеть горящие глаза детей, которые просто действительно разная команда. Как они боролись за каждую команду, как они старались сделать все и победить. И вот эти вот эмоции, когда в конце уже вместе с олимпийскими чемпионами делали фотографирование, знаете, это не передать словами. Вот горящие глаза детей – это, наверное, самый главный результат. Мы верим в этих детей. И я думаю, что здесь будет огромное количество олимпийских чемпионов. Здесь вот действительно вот это место, которое будет владеть, которое будет давать возможность подготовиться к предстоящим соревнованиям. И которое будет, конечно, чествовать олимпийских чемпионов здесь, на этой земле. Хотя на лыжне победили все, первый финиш пересекла команда наставника Евгения Дементьева. Какие слова нужны для того, чтобы они победили? Да, они все прекрасно сами знают, зачем они выходят на эстафету. Мне понравилось, что они показали борьбу. Рад, что у них получилось получить удовольствие от этого. Вот уже третий год подряд Хибинская весна становится настоящим праздником для спортсменов и болельщиков. Болею только за Мурманскую область. Настроение хорошее. Прекрасные виды. Прекрасная погода. Все, что здесь создано, это хорошо. Болею всегда за лыжный спорт. Фанатка, да, скажем так. Ну и биатлонистов тоже очень люблю. Ну и Евгений Дементьев, конечно же, когда был Олимпиада в Сочи, наши трое заняли призовые места, гонки на 50 километров, это было что-то. Сегодня, сегодня болею просто за хорошую погоду, за спортсменов, за тех, спасибо большое, что приехали к нам. В этом году соревнования побили все предыдущие рекорды. За два дня на старт вышли не менее 500 спортсменов. В первый день бегут сильнейшие лыжники России. Во второй – вся Мурманская область и гости весны. Большинство лыжников – воспитанники спортивных школ. Однако есть на трассе и звезды. Среди них кировчанин Павел Трубецкой. Выступает в ранге четырехкратного чемпиона мира среди ветеранов. Ну, в целом тяжело, как и всем. Погода такая уже почти июньская. Усталость накапливается, дает о себе знать. Тем более в таком возрасте. То есть все участники впереди прошедшие и меня, моложе меня. А кто-то лет на 10-12. Тоже разница есть в возрасте. Восстановление быстрее идет у них между подъемами. Ну и готовность, конечно, функциональная. Ну и вообще конек, не мой конек. Бороться приходится не только с собой, с соперниками и трассой, но и с погодой. Зато у многих спортсменов появился новый опыт – бег на лыжах под дождем. Капризы природы не испортили настроение ни участникам, ни зрителям. Как настроение? За кого болеете? Хорошо, мне нравится такая погода. Погода прям жесткая, мне нравится. Вот когда вас провожают алимпийские депутаты на трассу, есть какая-то разница, как бежать? Ну, может, они немножко заряжают энергией, мне становится как-то более бодрее. Есть символ бежать. Отлично, но тяжело после болезни. А так вообще хорошо. Только трасса мягкая, слишком. А вообще, насколько привычно выступать в дождь? Четыре-пять и молодые отправятся на дистанцию. Непривычно, но мы когда в катку делали, покатались в дождь нормально. И на старте, и на финише за спортсменов болеют олимпийские чемпионы. Михаил Девятьяров и Евгений Дементьев даже устроили небольшой мастер-класс. Показывают и подсказывают юным лыжникам, как не остыть в ожидании старта. Чуть позже воспитанники спортшкол катаются уже вместе с прославленными чемпионами. Тренировка со звездами – традиционная составляющая хибинской весны. Ну, акцент такой, надо завлечь внимание молодых спортсменов, подсказать им наши фишки какие-нибудь, интересные упражнения. Поэтому стараемся что-то новенькое показать. Сейчас такая новая тенденция одновременно, одношажного хода. Ну, без палочек толкаться там, как бы я… Ну, я не могу сейчас показать, это надо показывать. Но они его освоили очень хорошо. Я показал, они как бы начали хватать этого. За два дня соревнований разыграно более десяти комплектов медалей. Памятными призами наградили больше полусотни спортсменов. Для того, чтобы на Кировский снег приезжали сильнейшие, сделано уже много. Однако развитие стадиона Кировос продолжается. Компания «Фосагра» зацелена сделать его одним из лучших спортивных объектов страны. Мы в этом году уже запланировали оснежнение. Будет уже здесь табло сделаем. На будущий год будем делать лыжероженную трассу. А помещения у нас хорошие, бассейн есть, восстановительный комплекс есть. Основная цель изменений – возродить давнюю кировскую традицию – воспитывать чемпионов. Ориентир есть. В разное время на трассах стадиона Кировос тренировались 18 победителей Олимпийских игр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова